Имеют дело стороны. Давайте об этом задумаемся. Оттенки серого. Потому что у нас каждое явление может быть многоплановым, многоаспектным. И иногда довольно, как бы то лучше сказать, иногда человеку действительно приходится защищать свои достоинства с кулаками. Потому что мы живем в жестком мире. Иногда, ну, к примеру, в той ситуации, когда речь идет о защите слабого, необходимо такую вот жесткую социальную позицию занять. Иногда это может расцениваться как чрезмерная самооборона. Я сейчас апеллирую к юридической терминологии. Поэтому, говоря об оттенках серого, опять же, истина или ложь? Что есть истина или что есть ложь? Поскольку абсолютной истины не существует. Истина – это процесс, в ходе которого постоянно происходит уточнение нашего понимания окружающего мира. Именно поэтому здесь появилось такое выражение, как оттенки серого. Дилемма и внутренние конфликты. Какой же человек обходится без внутренних конфликтов? Поэтому в определенной степени медиатор должен быть и терапевтом, и психологом в одном лице. Давайте поговорим о том, как задавать вопросы. Вот на этой стадии я подчеркиваю роль сейчас на моменте любопытствующих вопросов. Итак, любопытство – способ постановки вопросов. Слева мы видим в рамках постмодернизма, справа – в классической, в рамках модернизма. Я напомню, что модернизм – это социологическая теория, которая у нас возникла в новейшей истории. Это первая половина XX века. И основные эти подходы, они настолько уже впитались в нашу культуру, что мы их воспринимаем как единственно верными, как само собой разумеющимся. Мы опять возвращаемся, забегая вперед, к дискурсивным позициям. Вот, например, давайте мы начнем с привычного нашего модернистского подхода. Преимущество дается установлению фактов. В самом деле, судья, который рассматривает спор, стремится быть объективным. Что значит быть объективным? Это значит установить все факты и обстоятельства по делу. При этом, конечно, отделяются эмоции от истинного положения. Истинно рассматривается на основе объективных доказательств, желательно письменных в суде, подчеркиваю. Дальше. Демонстрируется желание соотнести опыт клиента с общепринятыми истинами. По словам клиента, здесь подразумевается сторона медиации, протагонисты, в терминах нарративного подхода. В рамках постмодернизма преимущество отдается внутренней согласованности истории. Вспомним к истории Саида и Кристины. Что произошло? У каждого из сторон этого накаленного конфликта будет разное видение на то, что произошло. И эти истории между собой не будут согласованы. Они будут находиться в противоречии. Итак, если в рамках модернизма у нас медиатор демонстрирует желательно соотнести опыт стороны конфликта с общепринятыми истинами, то здесь демонстрируется желание уважать правду клиента. И та, и другая точка зрения. А участников конфликтной ситуации может быть много. И каждый имеет право на свою истину. Следующий момент. В рамках модернизма демонстрируется знание и компетентность медиатора. Но мы живем в сложном мире сейчас. И возникла даже сама наука знания, гносеология. Продолжение следует...